всем привет друзья сегодня уже 20 мая и вот мы в лесу в эти тяжелые скучные дни карантина я остался один с ребенком на руках мы там играли в бэйблэйт а она говорит что мы там ничем не занимались просто мама наша занимается своими делами и мы вынуждены быть вместе и мы увидели там белочку наконец-то в лесу стало влажно ибо ранее выходил я и было очень сухо сейчас проведем разве дачку но чего там ничего величков не видно маслячков тоже пока хотя 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 друзья первенец наш максим иди сюда скорее смотри что это такой подосиновик масленок ты видишь какой маслянистый у него что вот а ты не подошел сам ну это ты его нашел первый ты хочешь сказать ну молодец давай а ну ка чистый один червячок там где-то затерялся но мы его съедим а ну достань пакет тут максим у меня сбоку у рюкзачки ну вот не зря вышли уже не зря грешен друзья не взял я корзину но ничего это дело поправимая следующий раз возьму я вообще не рассчитывал честно говоря сегодня что-то найти раз будем все смотреть здесь мне вообще так нравится такая погода я честно признаюсь не люблю солнце яркого сегодня так пасмурно тихо так тоже любит когда болит голова и ветерок даже не дует листочек не шелохнется нет это я прозу прочитал пошли дальше максик максик а ну видишь гриб или нет вот стой на месте зоркий глаз у тебя зоркий где грибочек я сейчас зрителям на виду смотри куда я камеру хоть навел ну выглядывает он лысина чья-то коричневая спрятался нашел молодец маслячок смотри уже совсем свежий молоденький такой этот общий чистый чечек даже с девственной плевой да у нас 11 до вот такая красота тучи ходят ну ничего вроде бы грозы не обещали классно да максим ищи нашел молодчага вот они пошли видишь не зря меня в лес тянуло а ты меня уговаривал давай дома посидим стыд твой да что ты хотел дома посидеть так мы тут поотдыхаем еще лучше чем планшете сидеть хороший третий наш знаешь максик то может даже затишье перед бурей быть смотри как то аж душновато стало сейчас будем чтобы как мокрые коты бежать да да не будет грозы ты слышишь я не слышу я когда был маленький таком же возрасте примерно меня мама тоже таскал особый в лес за грибами я также шел и ныл мне ничего не попадается было не очень интересно а потом пристрастился а 3 макс я прям отсюда во сейчас скажу метров сколько от меня 1 2 3 4 5 вижу гриб вон там я правда не знаю что за гриб еще но гриб торчит нашел да это масленок сильно червил или нет ножка чистенько берем капать начинает максик что это за бурочек что-то лезет наверно маслячок пусть лезет просто они редко попадаются максим предполагал может быть такое поэтому мы преобразились будем надеяться что если будет дождик то небольшой ох ты ж ох ты ж вижу вижу максик смотри какой класс да ну максим ты ж не за мной ходи рядом и тоже смотри смотри какой он червилый тебе на радость нет но там он еще шляпа у него еще терпимая и так друзья мои вышел на полянку максик но ты тут ты должен по-любому найти только не потопчи вот ты увидел самый дальний а я увидел три вот таких вот молодых красавчик а ты молодец тоже видишь какой-то классный чувак сейчас мы их соберем а вот еще один а вот еще а вон еще пять блин ну хорошо а вон сутри какие сутри какой здоровый но он скорее всего червил смотри а вот смотри еще все оккупируем эту короче полянку да короче давай счету отгоняет отсюда все грибников сейчас мы тут руб сбили даже вот одного маленького мы но он целенький слава богу вот еще подожди макс вот еще один сейчас же мы проверим сколько же тут было да посмотрим что с этим здорово здоровяком он скорее всего уже чуть-чуть ну да он этой уже давай так где-то тут молоденькие видел тут буду ползать на коленках чтобы не подавить чтобы все хорошее собрать так но у них ножки они же моментально черви веют черви веют черви веют вот сейчас максик а вот смотри наступил кто-то какой-то типа меня смотри ну мы возьмем это мясо максик сейчас откуда ты знаешь так что не кричи тогда хорошо потихоньку потихонечку вот это мы с тобой набрали а надо ножки срезать так так сами видите что где вот это есть да фиг его знает сколько нам хватит макс ты там смотри подножки море море я вижу так ну что же мне бросать и туда бихты чешу честно вам скажу я еще весной не собирал столько маслят тем более столько свежих маслят обычно они все давай я вижу давай двигаться по улитке вот так вот по краям по краям и в конце в серединку придем сейчас так лишь чуть 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 и сразу червячки домашки так давай не будем врать зрителям вот эти три которых я узрел сразу же вот они чистые беленькие сейчас подожди а вот этот но рассмотреть не тут по моему это по моему очень такой червивый поражен сейчас подожди максимчик вот эти то что ты кричишь большие они в основном все уже того и маленькие даже того и хорошие то мы заберем но может быть сейчас будем проверять поэтому что мне жарко стал аж а этот кстати на мое удивление один всего в нем червячок но мы его съедим это естественный отбор так где-то мы тут ну конечно поджарим а вот смотри какой торчит ее мое а вот чуть не пропустил подожди этот сильно червил жаль сейчас да не этот мощный ну фиг его знает вроде бы нормальный возьмем там муха то не страшно заячика я вижу а вот еще маленький вот такие пупинки надо брать тоже так как они чувак идет сейчас подожди вот же смотри это ты нашел вот это мы тут резню устроили да вода он вообще отличный от нас убежал а это такой получается пригорочек и тут они растут так знаешь что давай надо снимать курточки то что-то я уже и запарился честно говоря я хочу все-таки попасть сегодня на свое болотце маслята это конечно хорошо ну белый гриб и подосиновичек это лучше главное чтобы не выбежали дикие кабаны да смотри что это они в какой-то белый а ну это их не такая окраска маслятовская это маслятки внутри еще и свежайшие беленькие напоминает ли осеннюю грибалку так хорошо попадаются я вам желаю чтобы вы нашли 100 грибов прямо где мы ходим рассказывал ли я вам историю с тех времен когда я был еще маленький о том как о том как мы с мамой ходили за грибами а еще точно не знали какие же грибы какие же грибы кроме маслят можно собирать ну маслята подосиновики и так потихоньку ознакомились с грибами которые называются зонтики так вот показали маме зонтики как они выглядят рассказали как готовить воно набрала и начала экспериментировать дождь то не прекращается а маслятки то попадаются а ну-ка не червивые ли ой класс так вот эксперимент чем закончился матушка нажарила зонтиков на вечер поела легла спать я ночью встаю в туалет вот таким малым был она лежит и каже дима шусь мне в роте гирько и я як вылякався батька давай кричать и дебилом два пальца в рот матушка побегла а потом на утро и каже боже воды было нормально надо было тяжелее а мы недавно ну как недавно в том году собирали с другом жарили и действительно они горчат бывает так такой дождик моросящий такой очень очень для меня приятные для некоторых фатальный уже начинается кондеж домой до сегодня болотца моё посетить не удастся связи со сложившимися обстоятельствами по моему я уговорился еще чуть походить да то скажешь стыдно перед людьми вот мы почти пришли ты видишь какая тут красота подыши вот этим воздухом свежим часа два да мы гуляем всего часа полтора и так погружаемся в лона нашего болотца еле дошли до сюда максимка а на воротах нас встречает кто бы вы думали его величество подосиновик со своим сыном ты видишь как тебе так себе сейчас подожди максик он не может быть червивые могут быть ну это ничего страшного я уже не зря пришел где еще максик где еще брехунец ты мой маленький сейчас осмотримся давай на предмет червивости их проверим ё-моё он чистейший а этот не сомневаюсь что тоже чистенький да меня не зря сюда тянуло сквозь дождь и даже такого даже такого маселы как как ты сюда притянул я знал чем тебя порадовать ну да мы же поспорили что если найдем 10 грибов да то ты скажешь папа прости меня за нытье вот так друзья не зря не зря началось видите дождик как идет максим покажи ой да ладно тебе уже кто слышит этот звук похожий на скрип на скрип качелей я вот до сих пор не знаю это лягушки так издают такой звук смотри ландыши какие красивые да где где под ногами вот смотри вот это это ландыш а не надо их мять это наверное были единственные подосиновики на этом болоте связано ли это тем что не только в руках пошли либо с тем что тут уже кто-то был не знаю но есть у меня один вывод что сюда надо прийти через пару дней только самому в общем не знаю будем продвигаться на выход ага только мы уже заблудились ничего мы не заблудились идем из-за кого-то из-за кого? ну конечно из-за тебя чего я тут наслушался ужас там колет все колет в итоге в итоге мы не маслят не собрали подрастем будем ходить нормально да макс по алкоголе да уже 15 раз проверяли там ничего нету да я не нашел ни одного гриба да конечно ты понаходил кучу маслят вот так мы ходим за грибами а вон кстати грибы какие повылазили а я тут Максима таскаю смотри ого и сколько ага ага давай на нас лазь да на своих да продолжай путь на своих двух там тебя понесу чуть-чуть ну-ка отличные смотри совсем не червилы это в завершении нашей грибалочки такой подарочек складывай Максик пакет и папе уже тяжело и Максиму потому что папа меня не завел куда-то ну вот маслятки придают сил да сразу радостно становится на душе вот это тоже складывай вот они красавчики вот и вон блестит после дождика о хороший открывай Макс так сейчас я затем схожу ой там еще один о ой 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 я только что так перепугался думаю что это за чудовище это кукла чья-то медленно продвигаемся в сторону автомобиля настал тот момент когда даже ныть нету сил идет молча бережет силы думаю со дня на день пойдут уже грибочки серьезно потому как и дождик все этому благоприятствует и погода температура так что еще походим хорошо ходить за грибами верхом на папе да да ну что друзья до новых встреч на моем канале подпишитесь поставьте лайк и колокольчик нажмите а вот такой вот скромный результатец дождик до сих пор и до сих пор и до сих пор